К нашему эфиру присоединяется военный обозреватель Денис Попович. Денис, доброе утро, приветствуем вас в эфире. Доброе утро. Денис, давайте так и начнем с бахмутского направления. В свое время военные обозреватели говорили о том, что на этом плацдарме важно не столько взять город, сколько отрезать пути логистики противника. Так вот, в этом аспекте расскажите о важности этой вот самой линии Андреевка, Курдюмовка, Клещиевка. Насколько они важны в плане разрезания путей поступления резервов, техники противника? Ну, там надо на карту посмотреть. Если на карту посмотреть, то мы видим, что от бахмута, как раз в районе названных населенных пунктов, проходит дорога на Горловку, на оккупированную. В общем-то, достаточно крупная магистраль, которая, соответственно, из Горловки, с оккупированных территорий. В пока еще оккупированной большей частью бахмут могут доставляться и припасы, и техника, и снаряды, и то, что необходимо для ведения боевых действий. Поэтому, когда мы говорим о наступлении на южном фланге бахмута, мы имеем в виду в том числе и необходимость взять по контролю эту дорогу. Вопрос, Денис, касательно стратегической важности. Александр Коваленко, военный обозреватель, в своем телеграмме касательно Андреевки и Клещиевки говорил о том, что это маленькая Андреевка, маленький населенный пункт, но он очень важен стратегически в силу того, что это уже начинается следующий этап к окружению бахмута. И под огневым контролем теперь находятся еще более позиций. Можно ли говорить о еще каких-либо стратегически важных для Украины сейчас населенных пунктах, которые временно под оккупацией, но которые дадут еще больше шансов быстрее деоккупировать сам бахмут? Ну, стратегическая важность здесь немножко преувеличена. Почему? Потому что мы как раз ведем речь о тактических продвижениях вооруженных сил Украины, сумма которых может привести и должна привести к освобождению бахмута. Если мы говорим об Андреевке и о Клещиевке, мы также должны говорить о Крудюмовке. То есть занятие всех этих населенных пунктов, оно, а, приближает деоккупацию бахмута, и, б, помогает взять под огневой контроль Горловку, которая оккупирована практически с самого начала российского вторжения с 2014 года. Поэтому и мы говорим о важности освобождения этих небольших сел, небольших населенных пунктов, как с точки зрения деоккупации бахмута, так с точки зрения и последующего наступления на город. В офисе президента, Денис, сказали такую фразу, такое замечание, комментарий, что войска Российской Федерации пытаются сейчас взять оперативную паузу на несколько месяцев, чтобы подтянуть резервы, передислоцировать некие войска. В частности, об этом говорит и ситуация на севере, то есть на админгранице между Луганской и Харьковской областями. Согласны ли вы с такой оценкой? И, ну, в принципе, вопрос риторический. Вооруженные силы Украины наверняка не позволят сделать такую паузу противнику. Ну, пауза нужна Российской Федерации для целого ряда вещей. Во-первых, необходимо им провести мобилизацию, очевидно, это мобилизационное мероприятие. Сейчас организационная Российская Федерация все для этого готова. И с точки зрения законодательства, прежде всего, они провели ряд шагов, которые расширяют пул и возраст тех людей, которые могут мобилизованы в ряды вооруженных сил. Им нужно приостановить наше наступление, в общем-то потянуть время до зимы. И почему? Потому что зима, и сезон дождей, и сырость, и слякоть, которые будут наступать дальше, они могут замедлить темпы нашего наступления, поскольку в полях поля разбухнут, будет грязь, и все это, в общем-то, ограничит наши возможности, как с точки зрения и бронированной техники, так с точки зрения и пехоты. Ну, не очень приятно наступать по колено в рези. То есть наступательные действия будут ограничены именно дорогами с твердым покрытием. У них много причин для того, чтобы потянуть вредно, находя вплоть до абсолютно стратегической возможности, дотянуть до выборов в Соединенных Штатах Америки аж на конец следующего года. Поскольку, по мнению Кремля, в этом случае политическая повестка в США изменится, и могут измениться взгляды наказания, помощи Украины. Но это мы слишком далеко заходим. Но прямо сейчас им было бы важнее ситуацию немножко подморозить, для того, чтобы провести какие-то мобилиционные процедуры, пополнить свои войска, закрыть дыры на фронте и так далее. Вооруженные силы Украины могут разрезать российские силы на фронте пополам, но для этого нужно достичь побережья Азовского моря или приблизиться на расстояние огневого контроля. Такое мнение выразил британский военный эксперт Шон Белл. Он считает, что так называемый сухопутный мост между Крымом и Донбассом является следующим возможным местом для освобождения украинскими войсками. По словам Белла, во время контрнаступления стало понятно, что вооруженные силы Украины держали в резерве большую часть западных танков и лучше всего обученных войск, ожидая прорыва где-то на линии фронта. Значительную часть западного вооружения сейчас, вероятно, отправляют на бои в Запорожской области. Давайте услышим стату и обсудим. ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юге, где сталкиваются с оборонительными сооружениями, которые Россия строила месяцами. В частности, линия Суровикина простирается через эту территорию и включает противотанковые рвы и препятствия зубы дракона, за которыми расположены оборонительные позиции в траншеях. Если силы обороны Украины смогут пробиться и достичь побережья Азовского моря или приблизиться на расстояние, на котором будут доставать этот участок, то это фактически разрежет российские силы пополам. Шон Белл, британский военный эксперт в комментарии Sky News. Денис, насколько трудно в целом сейчас вот все эти логистические пути, подпитки боеприпасами российских войск с временно оккупированных территорий и с территории России уничтожить? Насколько это трудно и недосягаемо по состоянию на сегодня? Ну, линия Суровикина, о которой упоминалось в данном комментарии, она включает в себя несколько поясов обороны. Тот, который мы преодолели, он отличался очень плотным минированием, сверхплотным, настолько плотным, что практически ни в одном из наставлений как и НАТО, так и советского образца, в общем-то, это не было предусмотрено. Мы сейчас написали собственную историю о том, как преодолевать подобного рода минные поля. Сейчас мы заходим, вклинились во второй слой этой линии Суровикина, которая находится вот примерно в районе Новопрокоповки, если мы говорим о такмарском направлении, вербовом и так далее. Там не только зубы дракона, там и минные поля, там и траншеи, там и блиндажи и так далее. То есть мне не очень понятно, почему мы все время выделяли именно зубы дракона. Это связано от нас в один из элементов этой линии Суровикина. Когда мы говорим, сколько нам осталось далеко до ее окончательного прорыва, ну давайте посмотрим. То Токмака сейчас примерно 20 километров, если мы говорим о тех позициях, на которых сейчас примерно находится украинская армия, из-за которой она сейчас ведет бои. От Токмака до Азовского моря, до побережья Азовского моря, ну на глаз тоже километров 50. Ну я тут боюсь уже биться, нужно будет уточнить. Ну вот примерно такое расстояние сейчас определяет, если мы говорим о прорыве, не знаю, к побережью. Если мы говорим о том, чтобы заблокировать какой-то коридор в Крым, то давайте посмотрим на карту железных дорог. Мы увидим железнодорожную ветку, которая проходит через Токмак, Камыш-Зарю, Пологи, она там образует такой треугольник. Если взять под контроль, хотя в одном из пунктов, ну прежде всего, честно, в Токмаке, то железнодорожная часть у попутного коридора в Крым, ну будет уже нами перехвачена. Однако остается еще Приморская трасса, которая идет в Мариуполе, вблизи Бердянска она проходит, дальше на Приморске, на Мелитополь. Она еще будет оставаться под контролем в том случае, если мы не сможем продвинуться дальше. То есть, ну и можно будет взять подогневой контроль в том числе, да, то есть если наше наступление дальше будет продвигаться успешно. Если мы говорим о полной блокаде, то для того, чтобы полностью закрыть все возможности переброски войск из глубины Российской Федерации в Запорожье, мы должны говорить о уничтожении так называемого Крымского моста, переходов с Крымского перешейка в Запорожье и так далее. То есть задача, значит, обширна, но чем дальше мы продвигаемся на юге, тем больше возможностей для их выполнения. Четыре сенатора-республиканца призвали президента США Байдена немедленно передать Украине ракеты «Атакамс». Роджер Уикер, Том Коттонс, Сузанна Коллинс и Линси Грэм в своем обращении подчеркнули, что дальнейшая задержка с поставкой этого вооружения подорвет интересы национальной безопасности США и продлит войну Российской Федерации против Украины. А скорейшая передача этих ракет сможет ли, если уже так перефразировать, сократить длительность войны? Какие преимущества получат вооруженные силы Украины с этими ракетами? Ну, давайте так. Ни одно из вооружений не носит характер гундервафф. То есть оно само по себе не способно переломить вход в войну. Вооружения должны использоваться комплексно. То есть когда мы говорили о «Хаймерсах», потом мы говорили о «Бартиллериях», потом мы говорили о «Хаймерсах», потом мы говорили о «Танках». То есть все эти виды вооружения способны оказывать воздействие на противников в комплексе. Ни одно из них само по себе ход войны не переломит. Даже если будем говорить о быстрым «Битняком-16». Безусловно, когда, если мы получим атакам, все-таки надежды у нас присутствуют. Особенно будем обращать внимание на предстоящую встречу между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом на следующей неделе. Возможно, по итогам именно этой встречи будет объявлена передача нам этих ракет. Но не будем забегать наперед. Такие надежды присутствуют. Когда, если мы получим атакам, то, безусловно, возможности для поражения логистики в тулу противника, они расширятся. То есть под ударом этих баллистических ракет окажется Крым, оккупированный Крым. Под ударом этих баллистических ракет окажутся те самые мостовые переходы на Чангаре, о которых я упоминал ранее. Под ударом этих баллистических ракет окажутся логистические пути, склады, штабы Вооружённых сил Российской Федерации, которые находятся ближе как раз к побережью Азовского моря. Ну, в том же Токмаке пока ещё он не освобождён. В тех же Полога, в том же Бердянске. То есть это существенное расширение возможностей для поражения всех этих объектов, которые перечислены. А баллистическая ракета, она имеет собственную особенность вот по поводу поражения, по поводу её перехвата. Но её местами перехватить чуть-чуть сложнее, чем, скажем, те крылатые ракеты Скальп или Шторм Шэдо, которые сейчас и без того достаточно успешно используются вооружёнными силами в Украине в поражении российских объектов. И сейчас, учитывая последнее заявление европейских чиновников, складывается ощущение, что меняется и приоритетность использования Атакамс. Если я не ошибаюсь, как раз в Европейском Союзе заявили так очень образно, облачно сказали, что, мол, решение Украины по каким военным объектам и на какой территории наносить ракетами Атакамс в случае, если они будут переданы. Идёт ли речь о том, что сейчас уже то соглашение, о котором говорили ранее, что наносить удары боеприпасами, которые передали западные партнёры Украине, разрешается исключительно на территории Украины по границам 91-го года. Ну, то есть, вся территория Украины плюс временно оккупированной территории с 2014-го и 2022-го года. Ну, по-моему, наши западные партнёры никогда. Ну, никогда, наверное, нет. Но, по-моему, последние несколько месяцев они говорят о том, что, в общем-то, Украина может сама принимать решение по каким объектам наносить удары западным вооружением. Важно лишь то, чтобы эти удары не наносились по территории Российской Федерации. А территория Российской Федерации имеется в виду та территория, которую они занимают согласно международным соглашениям по состоянию 91-го года. То есть, Украина имеет право носить удары по тем территориям, которые она считает необходимым деоккупировать. Это именно те территории, которые являются международными признанами по состоянию 91-го года. Это оккупировано Донбасс те территории, которые были заняты Российской Федерацией после начала широкомасштабного вторжения в 2022-м году. И, безусловно, это оккупированный Крым. Ну, то есть, это как бы неднозначно совершенно звучит. Денис, я хочу напомнить накануне. Президент Владимир Зеленский говорил об форуме оборонных индустрий. Понятное дело, для Украины это означает консолидацию всех усилий западных союзников для предоставления помощи Украине. И отдельно президент подчеркнул высокий интерес именно западных компаний к этому форуму. Почему с вашей точки зрения вот такой высокий интерес оборонных предприятий или оборонных компаний, военных компаний Запада? Ну, дело в том, что сейчас Украина использует западное вооружение. Иглейское, французское, немецкое, американское. А для любого производителя наилучшая реклама это использование его продукции в ходе военных действий. Ну, будем честны, так или иначе, сейчас Украина является полигоном для западных производителей, полигоном для их продукции. Хотим мы этого или нет, оружейный бизнес это бизнес. И лучший маркетинговый ход это продемонстрировать, как это вооружение, как это продукция действует, реальные боевые действия. И вот сейчас Украина представляет себе этот полигон и безусловно каждый производитель заинтересован в том, чтобы наилучшим образом показать, наилучшим образом показать, как действует его вооружение. То есть сейчас мы видим уже как минимум интерес со стороны немецкой компании Rain Metal, мы сейчас видим интерес со стороны британской компании Baye, мы сейчас уже видим договоренности со шведским производителем бронетехники и именно поэтому сейчас западные компании им весьма интересно было сотрудничество Украины в будущем, да и сейчас тоже. Денис, и на завершение как раз вот нашел прямую цитату с вашего разрешения зачитаю нашим зрителям в том числе. Энтони Блинкин буквально вот на днях заявил следующее касательно нанесения ударов ракетами, в свою очередь, если атакам все-таки передадут в ближайшее время. Он сказал, что согласно нашей собственной политике, говорит Блинкин, мы не поощряем и не позволяем использовать наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же, это решение Украины, сказал Блинкин. Видите, то есть 50 на 50, но Украина будет сама принимать решение в зависимости от того, где и какая угроза. На завершение, опять же, почему сейчас ракеты атакам, позвольте вернуться к этому вопросу, потому что он на порядку Денову прям сегодня вот уже очень необходимый. Почему вопрос таких дальнобойных ракет постоянно затягивается, задерживается? В чем опасность и в чем вы видите основную причину? Это чисто политические вещи. Мне кажется, что ничего кроме политики в отсутствии окончательного решения нет. Почему сейчас говорили снова, активизация произошла разговора, потому что давайте наконец передадим. Я это связываю с недавними контактами между Российской Федерацией и Северной Кореей по поводу передачи боеприпасов из КНДР в Россию. Там речь шла в том числе и артиллерийских боеприпасов, там речь шла и ракетных боеприпасов, выстрелы деградов и так далее. И в ответ очевидно Российская Федерация расплатится с Северной Кореей ракетными технологиями. А это опасно. Это опасно для союзников Соединенных Штатов в том регионе, для Южной Кореи, прежде всего для Японии. И очевидно этот атакам является симметричным ответом на вот эти действия, на эти контакты между Россией и Северной Кореей. Большому сожалению тенденция этой войны заключается в том, что должно произойти какое-то событие нехорошее, чаще всего нехорошее, для того, чтобы наши западные партнеры приняли решение о том, чтобы повысить ставки, передать в распоряжение вооруженных сил Украины более мощной системы вооружения. Я могу перечислить события, то есть это Гучер год назад, после чего было принято решение активизации сотрудничества и передачи распоряжения Украины артиллерийских систем. Это ракетные обстрелы, инфраструктуры осенью прошлого года, после чего было принято решение усилить ПВО, в частности в вопросе передачи ПЭТРИО в распоряжение Украины. В данном случае мы сейчас видим контакты между Северной Карьерой и Советской Федерацией, по всей видимости именно они сейчас ускоряют процесс передачи атаков. Будем надеяться, что это решение будет принято. Денис, спасибо за ваше мнение, за участие в эфире. Военный обозреватель Денис Попович был с нами на связи. Мы говорили о ситуации на фронте и помощи западных союзников Украине. 2-3 3-4 3 6 к Продолжение следует...